Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 сентября. Продолжаем нашу экскурсию в царство томатов. Вот я уже говорила, что простые томаты я почти все уже заготовила семена. Вот сейчас дошли до новинок. В конце у меня все новинки. Вот эта вся экзотика. То, что в небольших экземплярах, в небольших количествах, не массово. Но все равно очень хорошие сорта, очень интересные. Я вот уже рассказывала вам сейчас о сорте ладошка. Вот видите, гребешками, которые стоят. Очень интересный сорт, такой необычный. Вот они, вот эти гребешки. И сейчас я расскажу о томате, который лежит рядом, о аксакамской драгоценности, о которой я вам уже говорила несколько раз. На нем хочу остановиться немного подробнее, потому что... Но это тоже редкий сорт, коллекционный сорт. У нас бекалор. Вот, например, в нашем регионе стал распространяться вообще не так давно. Я сама всего второй год выращиваю томаты бекалор, но я в них влюбилась за то, что они сладкие, за то, что они вкусные, урожайные, красивые. Я рассказывала уже о трапезе влюбленных, но сейчас буду рассказывать о аксакамской драгоценности. Я говорю, что выговаривать-то еще не научилась ее. Двухметровый красавец, индетерминатный, огромный куст. Он средне-поздний считается. Ну, кто-то где-то пишет поздне-спелый, где-то средне-спелый, где-то средне-поздний, можно всякую информацию найти. Но дело в том, что вот сейчас, в сентябре, видите, какие красивые такие вызрели плоды. Большие, тяжелые, сладкие. Плоды крупные, желто-оранжевые, как я вам уже говорила, бикалор, двухцветные, вот такие вот, плоско-округлые, форма классическая. Сейчас разрежу вам. Но о нем даже говорить нечего. Конечно, очень вкусные, конечно, очень сладкие, похожи на нашу загадку природы. Мясистые и сочные одновременно. И когда мы разрезаем, мы видим такую красивую картину. Вот они, они, бикалорки. Когда нашел на желтом фоне вот такие красные полосочки. Я показывала вам, когда трапезу влюбленных, то у той наоборот, там больше красного. Можно сказать, на красном фоне желтые, а эти на желтом фоне красные. Ну, хотя, может быть, все наоборот. На одном кустике могут разные-разные расцветки быть. Сейчас еще одну разрежу. В некоторых меньше вот этих розовых полос. В некоторых больше розовых полос. Видите, какие бывают? Вот вообще другой совсем. Вот этот вот рисунок мраморный, он совсем, ну, всякий, разнообразный. И, конечно, до появления вот этой красноты на верхушках томата, их кушать вообще не рекомендуется, потому что сначала они желтеют, потом уже появляется краснота. И только когда вот этот вот розовые разводы появляются в плодах, тогда плод становится действительно сладким. Таким как, ну, вкус, незабываемый вкус именно вот этого томата. Чтобы почувствовать и насладиться томатом, нужно ждать. Все. Даже больше сказать нечего, потому что я уже много раз об этом говорила. Рекомендую, кто не боится выращивать высокорослые, еще раз повторю, до двух метров может вырасти, прекрасный сорт. Насчет урожайности очень. Все кусты улеплены томатами. Насчет того, что вот он американский, и, казалось бы, как он адаптируется к нашей природе. Вот у меня сибирский регион, условия сложноватые, но все равно до сих пор еще висят зеленые огромные плоды, которые, я надеюсь, если не вызрют на улице, потому что у нас уже очень холодно, то я занесу домой, поспею дома. Наслаждение, а не сорт. Все, до свидания.